Еще один скандал, связанный с русскоязычными израильтянами и жильем в Израиле, обсуждался на прошедшей неделе. В СМИ на русском языке и еврите попал интернет-пост двух молодых людей-новых репатриантов. 30-летние программисты Олег и Лариса решили снять квартиру в городе Ришун-Лицион. Жилье им понравилось, хозяину семейная пара тоже приглянулась. Они уже должны были вот-вот заключить договор, как вдруг квартира-владелец стал мяться и объяснил, что хочет поговорить и с другими претендентами. Олег подумал, что хозяина смущает платежеспособность репатрианской семьи. Он отправил хозяину квартиру сообщение с фотографиями своих расчетных ведомостей. Но оказалось, израильтянина беспокоит совсем не это. Он сослался на то, что не он, а его соседи против сдачи квартиры русским. Боятся, мол, что начнется шум, пьяные вечеринки. И на них не действуют никакие доводы о том, что это молодая русскоязычная семья. Очень интеллигентна. И с точки зрения соблюдения правил общежития и приличий вообще сможет дать 100 очков вперед уроженцам Израиля. Квартиру русским не сдавать. Законен ли такой отказ в съеме жилья в Израиле? Дискуссия развернулась после обнародования этой истории в израильских соцсетях и СМИ. Закон запрещает дискриминацию при получении госуслуг или найме на работу. Но ничего не говорит о дискриминации при аренде жилья. Что же делать тем, кому отказывают в аренде из-за национальности, страны исхода или религиозной принадлежности? Имеет ли право Олег подать в суд на дискриминацию? Оказывается, ответ на эти вопросы не так-то прост. Выяснилось, что право владельца распоряжаться своей частной собственностью до сих пор перевешивает требования антидискриминационного закона. Чтобы изменить ситуацию, нужен смелый судья, который примет прецедентное решение. А пока русским Олегу и Ларисе, а также израильтянам арабского и эфиопского происхождения, описавшим в соцсетях свои истории отказа в съеме квартиры, победа в суде не светит. Надо просто поискать другое жилье с более политкорректными соседями. Продолжение следует...